Велогонщик Василий Кириенко впервые в Корее выиграл «Золото» чемпионата мира. В чемпионате Беларуси по хоккею представители Гомельской области играли с лидерами. Более 200 юных борцов собрал международный турнир на призы Владимира Копытова. В американском Ричмонде прошел чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Он стал успешным для гонщика из Речицы Василия Кириенко, который выиграл «Золото». Всего же на счету сборной Беларуси две награды. Не обе высшего достоинства. Подробнее об этом и не только в нашем обзоре. Василий Кириенко стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом. Для него это золотая медаль мирового чемпионата «Первая в карьере». Кириенко преодолел дистанцию в 53,5 километра за 1 час, 2 минуты и 29 секунд. Он обогнал обладателя серебра итальянца Адриану Малори на 9 секунд. Вместе с медалью Беларусь получил и лицензию на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Еще одно золото на счету Елены Амелюсик, которая в составе команды «Велосио» выиграла командную гонку с раздельным стартом. В зачете нации Беларусь с 220 очками заняла 9 место. Первое место в рейтинге у велогонщиков из Нидерландов – 545 очков. В высшей лиге белорусского футбольного чемпионата сыграны матчи 21 тура. Мозерская славия в Бресте обыграла местная «Динамо» 2-1. Футбольный клуб «Гомель» на выезде играл с Витебском. Обе команды сейчас на грани вылета из сильнейшего дивизиона. В первом тайме хозяева открыли счет. Во второй половине игры гомельчане в атаке заиграли активнее, однако трансформировать в гол преимущество не удалось. После этого матча команды поменялись местами в турнирной таблице. Зелено-белые опустились на последнюю строку, Витебск поднялся выше. Мозерская славия на 10-й позиции. В первой лиге у команд позади уже 23 тура. На минувших выходных «Речица-2014» крупно уступила Сморгоне 1-4. А в «Гомеле» состоялось областное дерби. «Гомель-Желдор Транс» принимал светлогорский «Химик». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3-1. В турнирной таблице «Гомель-Желдор Транс», имея в активе 24 игры, занимает 7-е место. «Химик» расположился на 13-й строке. «Речица-2014» на последней 16-й. В литовском «Каунасе» прошли матчи второго тура Балтийской лиги. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» провела две игры. Подопечные Игоря Чеброва со счетом 27-24 взяли реванш у «Жальгериса» за поражение в первом туре. Также гомельчанки обыграли «Горляву» 31-27. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» в рамках чемпионата Беларуси в Могилеве одолела «Машеку» 28-25. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге завершилась очередная игровая неделя. Представители «Гомельской области» свои матчи проводили на домашних площадках. В соперниках были лидеры. В четверг «Металлург» в Жлобине принимал «Динамо Молодечный» и уступил 1-2. К хоккейному клубу «Гомель» в гости пожаловал солигорский «Шахтер». Команды удивили сверхрезультативной игрой в неравных составах. Пока «Рысь» и «Планово» готовились к встрече с действующим чемпионом, «Горняки» восстанавливали силы и дух после разгромного поражения со счетом 3-8 от столичной юности в первом полуфинале Кубка страны. При этом хоккеисты из Солигорска не только устали, но и лишились нескольких ключевых игроков. Один игрок потерялся из-за травмы, второй игрок потерялся из-за дисквалификации. При сегодняшнем нашем таком плотном и жестком регламенте в плане 25 человек заявки, мне просто негде брать игроков. В замену таких хоккеистов, как «Достанка» либо «Карабанов», ну, не найти их. В фармклубе таких нет. До приезда в «Гомель» команда из Солигорска не потерпела ни одного поражения в матчах чемпионата. И о том, что прерывать эту серию не собираются, «Горняки» заявили уже на седьмой минуте первого периода. Александр Усенко наказал «Гомель» за удаление. После пропущенной шайбы хозяева усилили давление на ворота гостей. На пятнадцатой минуте это принесло плоды. Большинство реализовал Эдис Брахманис. Уже во втором периоде, играя в меньшинстве нападающий «Гомеля», Павел Мусиенко воспользовался ошибкой соперника в атаке и отправился на рандеву с голкипером «Горняков» Максимом Малютиным. Результатом этого рейда стало удаление игрока «Шахтера». Через минуту, когда «Гомель» уже был в полном составе, свое слово снова сказал капитан «Рысий» Брахманис. Сразу же после вбрасывания он получил шайбу и с сильным броском вывел свою команду вперед. Под конец второй-третий матча Эдис мог оформить хит-трик, однако голкипер парировал бросок гомельского капитана. Третий период порадовал болельщиков эмоциями, быстрым хоккеем и напряженной борьбой. На последней минуте специалист по горнякам Александр Житких установил окончательный счет 3-1 в пользу хозяев. Эта шайба для форварда «Гомеля» стала 14-й заброшенной ворота «Шахтера» в матчах экстралиги. И опять же успех принесла игра в большинстве. В этом матче «Гомель» показал завидную статистику в реализации лишнего. Три гола пропущены нами в меньшинстве, тем более из тех ситуаций, из которых Житких и Брахмани забивают нам уже года три подряд, наверное, да, непозволительно. Причем знали об этом, причем акцентировали внимание. Но тем не менее мастерство, мастерство есть мастерство. Игра понравилась, игра была равная, но сегодня, конечно, реализация большинства у нас сработала. Но это принесло нам победы. И я думаю, что эта победа нашим хоккеистам придаст уверенность и показывает нам путь, в каком направлении нужно двигаться. Если главком «Гомеля» сдержан, то хоккеисты эмоции не скрывают. Вся команда просто молодцы сегодня. Просто столько эмоций, что не могу. Сейчас хочу в раздевалку зайти и всем спасибо сказать команде. Все молодцы. В субботу гомельчане оборотов не сбавили и по булитам добились победы над «Динамо» из «Молодечна» 2-1. В Жлобине в игре между «Металлургом» и «Солигорским шахтером» дело также дошло до послематчевых бросков. Фортуна была на стороне хозяев 3-2. После почти трехнедельного перерыва возобновился 27-й чемпионат Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Календарь распорядился так, что команды Гомельской области за пределы региона выезжать не стали. А болельщикам подарили сразу два дерби. Светлогорский ЦКК у себя принимал гомельскую БЧ. Железнодорожники, ожидаемо, оказались сильнее 4-1. А в самом Гомеле дерби носило характер районного. В РЗ в качестве условного гостя принимал агрокомбинат «Южный». Южане и без того, пока нащупывающие свой путь вышки на сей раз еще и были в чуть ослабленном составе. Этот матч своей команды пропускал Вячеслав Кожемяка, удаленный во втором туре за повторное предупреждение в матче. Из-за своих прошлых заслуг находился на скамейке и главный тренер гостей Дмитрий Алексеевичек. Так что легкой жизни на дерби никто не ждал. Мы наблюдали и играли с ними на турнире предсезонном. Команда хорошая, укрепилась хорошо. А дерби, оно тем более всегда получаются такие боевые игры, как сегодня в принципе. В РЗ за дело взялся мигом. Вагоностроители опыта на мини-футбольной площадке высшей лиги имеют поболее, чем соседи. А потому мячи ворота Южного стали забивать с первых секунд. К середине первого тайма преимущество уже было почти катастрофическим – 3-0. Впрочем, как показала игровая практика того же дня, ничего невозможного не бывает. Великолепный камбэк совершили футболисты Борисова-900, сумевшие после провального старта отыграть отставание в три мяча от столицы. Теоретически никто не мешал Южанам совершить такой же подвиг, но с практической реализацией его оказалось куда сложнее. Уверенности не прибавило и ошибочное решение тренерского штаба на вывод пятого полевого игрока. Четвертый мяч закатился в пустые ворота. За 17 секунд до конца тайма Южанам удалось впервые забить. Но радость от локального успеха длилась недолго – секунд пять, пока Южный не получил шестой фолл. С 10-метровым от ВРЗ галкипер Южан не справился. Во-первых, воротарь, может быть, что-то и не вытащил, но обвинять его тоже нельзя. Это, в принципе, его бывший клуб. Я думаю, он тоже был довольно-таки мотивирован. Но, я говорю, ошибки просто были свои собственные. Мячи залетали такие абсолютно ненужные. Воротарь, я считаю, стоял неплохо, но мог лучше. Перерыв пошел гостям на пользу. На площадку они вернулись другими людьми. Да и ВРЗ ощутимо ослабил натиск. Конечно, команда соперника тоже прибавила, им нужно было отыгрываться. Но у нас был такой план, что мы выграем, уверенно, после первого тайма нам переотнестись не нужно. Сыграли от обороны. Южане смотрелись неплохо и в середине второго тайма даже забили свой второй мяч. Вот только на подвиг ребят не хватило. На том и порешили 5-2. Первый тайм провели, ну, я считаю, очень хорошо решили практически исход матча. А второй мы действовали по его счету. Сели от обороны, пытались на контратаках сыграть, еще забить. Но не удалось. Хотя контратаки были хорошие. В очередной раз юных борцов греко-римского стиля собрал международный турнир на призы заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Владимира Копытова. Соревнования традиционно проходили в Костюковке. В этом году на турнир приехало около 200 участников. Немало было и гостей. На церемонии открытия их перечисления заняло около 10 минут. Ветераны греко-римской борьбы, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, призеры престижных международных соревнований. Так что пример спортивного успеха у молодежи был прямо перед глазами. Среди гостей заслуженный мастер спорта Алим Селимов. У двукратного чемпиона мира этот зал вызывает особое чувство. Этот турнир был для него одним из трамплинов в большой спорт. Конечно же было тяжело. Помню свои детские ощущения. Конечно же, это непередаваемо на самом деле. Я тогда, к сожалению, стал вторым. В финале проиграл литовскому борцу. И, вы знаете, приходя в этот зал, всегда вспоминаю те приятные чувства, которые я испытывал 15 лет назад. Для самого виновника торжества, который тренирует кадетскую сборную нашей страны, нынешнее соревнование не только праздник, но и работа. Этот особенный турнир, потому что мы выезжаем в Новосибирск буквально через пару недель. Первый турнир в Карелину. И у нас команда поменялась по кадетам. Все юноши ушли в молодежную команду. И поэтому это первый отборочный турнир, по которому мы определим команду, которая уже будет готовиться к миру, к Европе. Турнир на призы Владимира Копытова популярности не теряет ни в Беларуси, ни за ее пределами. В этом году за победу боролись представители 30 команд из четырех стран мира. Беларуси, России, Литвы и Латвии. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин